У каждого есть своя земля, чтобы на неё кого-нибудь вылепить. Встреча читателей и автора книги прошла в неформальной обстановке. Для начала решили населить условную землю людьми, животными, деревьями. Взяв в руки пластилин, малыши вместе с мамами лепили всё, что пожелали. Нередко дети вообще начинают лепить раньше, чем рисовать, говорит художник Зина Сурова. У неё свой метод обучения лепки. Если ребёнок, например, говорит, давай ты вылепишь лошадь, или ты вылепишь человечка. Ну, не могу лепить человечка. Тогда ты ему даёшь, например, две бусинки и говоришь, смотри, какие глаза. Да лепи остальное. Пока малыши лепили, мамы слушали. Интересные истории о развивающих книжках и про сказку о Пермской земле. Яркие иллюстрации здесь – это сделанные вручную коллажи из натуральных материалов. Для того, чтобы в книге изображения людей, которые живут на Пермской земле, не путались с изображениями скульптур, я сделала такие условные картинки. Но, в принципе, детям это как-то понятно, тоже и нравится. И они, главное, что ни ребёнок, ни взрослый не путают изображения людей и изображения скульптур. Всё очень просто, ярко и по-доброму. Сказка о Пермской земле только-только вышла из печати и уже получила свои первые призы – диплом у первой степени на ярмарке «Нонфикшн». Сказка рассказывает об истории и культуре края и о коллекции нашей галереи. Те маленькие дети вместе с родителями, которые сегодня придут, начнут разглядывать эту книжку, будут её читать, именно они станут нашими будущими зрителями. То есть вообще проблема детского чтения ведь очень остро стоит сегодня. И когда дети читают вместе с родителями, это самый правильный, самый такой вот важный что ли путь. Это не только путь к книге, но и к коллекциям художественной галереи, которые взрослые пермики воспринимают уже как часть своей жизни. А дети теперь будут приближаться к ним вот с таким сказочным путеводителем.